Празднование 75-летней годовщины Великой Победы обещает стать одним из самых масштабных. Но вот живых свидетелей войны остается все меньше. Сегодня память о тех событиях живет скорее в наших представлениях, основанных на устных преданиях ветеранов и государственной пропаганде. Интересующиеся заглядывают в дневники офицеров и солдат, ищут документы, знакомятся с трудами историков. Но как нельзя уместнее старинная поговорка «Лучше один раз увидеть». Прошло столько лет, а вспоминая те мгновения, не могу не волноваться. Фильм Игоря Гелейна рядом с солдатом 1975 года показали во Дворце культуры «Химик». Он создан на основе съемок фронтовых кинооператоров. Уникальную картину для просмотра предоставил российский государственный архив кинофотодокументов. Документальное свидетельство расскажет о труде военных корреспондентов. Каждый четвертый был на войне убит. Каждый второй был тяжело ранен. Каждый был ранен. И поэтому потери фронтовых кинооператоров в войне сопоставимы с потерями пехоты в самых тяжелых битвах Великой Отечественной. В полный рост в окопе, а вместо автомата и патронов кинопленка и камера вместе с солдатами и на привале, и в атаке, и в здании Рейхстага их камера видела ужасы Аушвитца. Пленки использовались во время Нюрнбергского процесса в качестве доказательств, а сегодня остаются свидетельствами, которые не позволяют переписать историю. Те фильмы, которые привозят в Государственный архив кинофотодокументов, они созданы только на основе документального материала. Там нет вранья, там нет лжи, там нет искажения нашей истории, о чем сейчас очень много говорится. И поэтому это очень полезно посмотреть. И не только детям, но и тем, кто родились в 90-е годы, те, кто выросли в 90-е годы. Фильм «Рядом с солдатом» открывает цикл показов. Следующую картину «Дети войны» можно будет увидеть 11 марта. Еще один просмотр запланирован на 22 апреля. Что это будет за кино, организаторы пока держат в секрете.